Эта история произошла в городе Пренной, Латвия. Возвращаясь домой, девушка по имени Адра встретила бедного, истощенного пса. Но самое ужасное было то, что на шее у песика был тяжелый самодельный якорь из машины-запчасти. Вес этой железки превышал 6 килограмм, в то время как сам Спаниель весил всего лишь 10 килограмм. Это вызывает удивление у свидетелей этой истории, поскольку непонятно, как смог песик выжить под тяжестью таких железных оков. Собака чудом спаслась, и представить себе, как этот маленький, красивый Спаниель держался за жизнь в последних силах, просто страшно. Он сделал невероятные усилия, чтобы не утонуть под весом этих железных оков, которые казались лишающими его всякой надежды на спасение. Адра, будучи добрым человеком, моментально взяла эту бедную собаку к себе и освободила его от оков. Затем она пошла к ветеринару, чтобы узнать, не получил ли пес травмы, опасные для его жизни. К счастью, несмотря на все страдания, собаке ничего не угрожало. Тору был предписан покой и восстановительная терапия, включающая прием витаминов и питательной пищи. В то время как Тор проходил процесс лечения, полиция начала расследование в поисках человека, который пытался убить собаку. Ведь законы о жестоком обращении с животными должны соблюдаться. Конечно же, полиция отыскала хозяина песика. Этим человеком оказался мужчина с инвалидностью. Он объяснил, что не смог защитить своего маленького друга от опасности из-за своего состояния здоровья. По его словам, незадолго до происшествия кто-то похитил его пса. Однако полиция отказала возвращать питомца его законному владельцу. Защитники прав животных сослались на то, что будучи правдой, что говорит мужчина о похищении пса, его недостаточное состояние здоровья означает, что он не может надлежащим образом заботиться о своем четвероногом друге. Таким образом, когда Тор полностью поправится, его передадут в новую семью, где он будет в благополучии и заботе. В подобных случаях всегда приятно отметить доброту того человека, который не оставил песика в беде. Эта история служит напоминанием о важности сострадания и заботы о животных, которые могут быть настолько уязвимыми и нуждаются в нашей помощи и защите.